В селе Белбула Калматинской области детей обучают в тесной пристройке, построенной в середине прошлого века. Ни столовой, ни спортзала, ни даже водопровода в здании нет. А все потому, что ремонт учебного заведения не могут завершить уже больше двух лет. Решится ли проблема и сколько еще детям терпеть неудобства, выясняла Аделя Бжаркенова. Капитальный ремонт школы села Белбулах затянулся на два года, оставляя при этом учеников получать знания в старых и тесных помещениях. Этот образовательный объект должны были сдать в эксплуатацию еще в марте этого года. Но, как видите, в начале октября здесь до сих пор голые полы и потолки, торчат провода, а стройка и вовсе приостановлена. Это первый ремонт за последние 60 лет. Правда, когда его закончат, неизвестно. С августа никаких строительных работ здесь не ведется, рассказывают обеспокоенные родители. Более 500 детей лишены возможности учиться в достойных условиях. Дети учатся в ужасных условиях. В классах тесно, в классах холодно в зимний период. Хотели бы, чтобы наконец-то услышали не только родители и жители нашего поселка, а, соответственно, услышали детей. Это же наше достояние нашей страны, которое мы должны защищать. Мы хотим, чтобы наши дети учились уже в наконец-то отремонтированной школе. Почему наши дети должны учиться без элементарных условий? В старой школе нет воды, туалет на улице, а ведь скоро холода. У них физкультура на улице даже проходит. Родителей с новостроек на такси детей отправляют, потому что далеко и опасно. По 20 тысяч в месяц тратим только на дорогу. Автобус Аким отдал. Спасибо. Старый и на 12 мест всего. Оказалось, что счета генерального подрядчика заблокированы. Отделом образования сельского округа на компанию подано исковое заявление в суд. Мы выиграли суд. Генподрядчика оштрафовали на сумму более 16 миллионов тенге. Возобновить ремонтные работы должны были с 1 октября и закончить всё до 25 октября. Сейчас работы не ведутся, как мы видим с нашей стороны. Мы будем принимать меры по расторжению договора и заново объявим конкурс. Остаётся надеяться, что власти услышат голоса обеспокоенных родителей и найдут возможность ускорить завершение ремонта. А пока дети села Бельбулах продолжат ходить в старую тесную школу, мечтая о дне, когда они смогут учиться в просторных современных классах.